итак добрый день сегодня мы с вами научимся добавлять jpeg изображения и pdf изображения в автокад и расскажу о подводных камнях о которых в интернете много кто рассказывает но что не есть правда итак первую очередь добавление jpeg и pdf файлов первоначально необходимо сохранить проект я открыл чистый проект абсолютно если в него попытаюсь сейчас добавить jpeg изображение или pdf файл у меня программа будет ругаться для этого что я сделаю заглавную букву а сохранить как сканная будет называться фото фото сохранить окей первый пункт сделали уберу сетку ею терпеть не могу выключил отображение сетки следующий элемент да можно добавлять pdf и jpeg через пункту control c control в выбирать базовую точку для вставки выбирать масштабирование это быстрый метод принципе он очень схож с тем что я буду сейчас показывать разница только в том что через набор функции это буду делать и программа будет сохранять путь до файла как добавляется элементы через функцию вставка ставка присоединить выбираю путь где у меня хранится файл проверяем чтобы у вас внизу было активное окно все файлы выбираю фотографию свою домом чертежом каким-нибудь фотографии детали да что угодно на самом деле дом два раза нажал по фотографии либо подсветил нажал у меня появляется окно окно с выбором задание пути путь не задан полный относительный путь на самом деле он немного отличается полный путь запоминает все в точности до корневого элемента файла куда нужно будет потом автокаду переходите вынесу ссылку комментарий что такое полный что такое относительный путь путь не задан и так далее относительный пункт запоминает грубо говоря основные тропинки где хранится ваш элемент в любом случае если вы картинку переименуете либо передвинете она у вас в автокаде не будет отображаться либо pdf файл дальше что точка вставки если я убираю галочку указать на экране по умолчанию настанет базу точку 0 по 10 пересечения на чертеже было отметка 0 начало моей координат я могу выбрать самостоятельно поставлю галочку масштаб указать на экране по умолчанию он единица в любом случае если я поставлю указать на экране у меня появится окно о том что задайте масштаб угол поворота я не задаю вставляю изображение pdf либо jpeg абсолютно аналогичным методом окей . вставки определяю масштаб единица все через одинарное нажатие левой клавиши добавилось мое изображение если я хочу чертить по этому изображению вы всегда рассчитывайте на то что даже если вы очень точно будете сейчас масштабировать изображение все равно будет минимальная погрешность но для тех кому все-таки нужно быстро расчертить я забонделирую отрезок вкладка главное отрезок базируясь по любому численному показателю которыми представлена картинка поставлю первую базовую точку на пересечении моих размеров и отложу я вижу здесь 7000 отложу те же самые 7000 при функции ортогонального ограничения перемещения курсора я добавляю изображение масштабе один к одному потом я его поменяю вот у меня такой маленький огрызочек в итоге получился 7000 на изображение не соответствует 7000 на модели я посвечу его и поменяю толщину данной линии чтобы вы могли увидеть толщину линии поменяю и цвет если у вас не меняется толщина линии вы только начинаете работать не забывайте включить активную отображение скрытие веса линии спрятана она в панели адаптации три полосочки в самом крайне правом углу разокрываете и здесь активная функция толщина линии я когда домик строил я рассказывал и одновременно чертили мы дом делали и одновременно по всем функциям автокада пробегались вот этот отрезок что я делаю дальше нажимаю на свою графическую картинку правой кнопкой мыши масштаб либо мог перейти в оклад главное там тоже есть масштаб меня команда спрашивает поставить базовую точку сначала пожалуйста я ставлю в основании моего отрезка в ранних версиях до 14 чтобы от масштабировать по моему отрезку изображения необходимо было нажать правой кнопкой мыши и выбрать опорный отрезок с новой версии в панели навигации снизу она будет не помню камерами зеркальной или нет вон там или вон там ну короче снизу по центру экрана можно выбрать копии либо опорный отрезок я выбираю опорный отрезок и ставлю точки снова в начале и там где у меня на изображении было расстояние по которому я масштабиру в данном случае вот они 7000 я поставил первую базовую точку ставлю вторую максимально приближая чтобы хотя бы чуть-чуть чтобы было расхождение второй раз левой клавиши мыши и теперь за моим курсором гуляет изображение что я делаю нажимаю второй раз левой клавиши мыши по окончанию отрезка и вуаля 7000 у меня визуально совпадает но там есть погрешность вы должны это учитывать что можно сделать дальше с этим изображением сейчас я вернусь к pdf ки подождите ровно одну минуту удалю данный отрезок с изображением что я могу сделать во первых через вкладку главное я могу точно также вращать копировать и прочее как мне будет необходимо хочу повернул хочу не поверну перемещая деркалить все то же самое как с обычными элементами в автокаде а в чем принципиальное отличие ну во первых я могу перейти в вставка контуры меня есть три панели с контурами скрыть контур вообще напрочь отображать вывод на печать что и сейчас делается либо отображать но не выводить на печать контуры чтобы у вас просто контур не выводился на печать нашего изображения вот это первое обычно все равно изображение не оставляет на чертеже и их можно удалять ну не можно а именно их удаляет по завершению копирование если вы конечно печатать пространство модель если где-то недалеко то можно оставить вот так вот скрыть контур у нас картинка будет вообще безрамочная снова функция контура отображать окей что я могу сделать еще с этим изображением подсвечу его левой клавиши мыши у меня есть возможность изменения контура предположим не нужно не весь файл а маленький огрызок абсолютно маленькое изображение создать контур подрезка нажимаем на данный фунт чудо не случилось а у нас снизу есть возможность выбора вы хотите сделать полилиния многоугольник прямоугольник обратная подрезка skype будет у меня прямоугольник и что у меня про команда просит выбрать точки раз . два . подрезалась у этого области подрезки меня есть стрелочка посередине которая обращает вид подрезки либо то что я выделил либо отображать только то что за пределами на путь это первое также при подсветке экрана у меня есть возможность функция слияния с фоном либо настроить яркость контраст либо потому что что-то у вас там не читаем а вы настраивать яркость под себя и соответственно фон чтобы он у вас потом был не читаем и и вы видели все линии которые там отображаются окей быстрое выключение у нас по умолчанию этот слой эта фотография под нулевым слоем добавилась вы можете создать свой слой поисто слоя зайду нажму левой клавиши мыши создать слой пускай будет фото потом окей перегоню выделю изображение перед складку главное перегоню ее в другой слой фото зачем я это сделал затем что я при выключении лампочки я могу выключать его в пространство модели не в нулевом слое а в отдельно но мог оставить и в нулевом зайду свой слой включу чтобы лампочка снова светилась вот он у меня отображает окей что мы можем сделать еще с ним настроить ту же самую прозрачность фона активировать либо нет ну вы это поймете когда будете чертить по изображению как добавляются pdf файлы в чем принципиальное отличие если вы сохранили свой чертеж формате pdf сохраненный не фотография фотография не восприняется если вы сохранили свой чертеж формате pdf и добавляете его как pdf в автокад у вас появляются опорные точки привязки вы можете за конечные точки цепляться программа запомнит что этот чертеж из pdf и никаких проблем не возникнет если вы добавляете просто изображение в формате pdf чудо не случится показываю на примере заодно как добавляется pdf ставкам присоединить опять же выбираю путь у меня было точно такое же изображение сохранено формате pdf я просто сейчас его найду выбираю выпадающие менюшки сразу же pdf дом настройки те же самые что и при подобновлении нашей фотографии jpeg если вам нужно выделить все файлы несколько листов там и добавить их всех пространство модели зажатой клавишей control они выделяются окей нажимаю окей так как я не убрал галочку точки 0 у меня вставилось это изображение многие умельцы рисуют то что добавьте pdf изображение будет вам счастья при построении отрезка у меня здесь будут конечные точки фиксироваться привязки и не комментирует не как своих подписчиков так вот конечные точки отображают если у вас чертеж сохранен был формате pdf давайте я это проделаю наш домик который я делал вместе с вами ранее я быстрым лосям это все сделаю печать выберу pdf креитор наш либо dvg to pdf скамя будет копироваться по рамке замоделирую эту рамку окей сохраняя путь куда же чтобы не искать сохранить окей откроется вот на скорую руку сделанный pdf не включены были монохромная печать возвращаемся к нашим баранам вот где мы с вами изображение добавляли вот эту маленькую вставку из pdf я удалю оставлю только основной файл вставка присоединить здесь нахожу путь куда его сохранил вот он у меня мой файл я уже раскрою так сказать что у меня там было открыть снова добавляю галочку не поставил у меня в отметке ноль вот мой элемент через складку главное я вижу по чудо у меня появляются конечные точки на элементе давайте я подгружен ему наш pdf ный файл яркость немного сбавлю а лучше слияние с фоном сделаю вот она чтобы был еле просвечивающий либо показать монохромным сделаю да у pdf если в цвете можно активировать функцию показать монохромным бит вот отрезок у меня мои отрезки привязываются конечным точкам на чертеже и я могу прям по этому изображению используя привязки чертить но просто так картинку в pdf если мы добавляем такое не сработает вот если вам нравится видео вы знаете что нужно делать его доброго не мотайте на в том числе и и и и и и и и